Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Мы продолжаем играть в ферму и отрадная долина. И, друзья, в общем-то, что произошло у нас за кадром? За кадром, друзья, был собран урожай и засеяна конопля. Опять-таки, для того, чтобы ее задорого продать и заработать кучу денег. Но, в общем-то, вырастет она еще не скоро. Ну и основное, это, конечно же, мы игрались с шахтами. Я там все прощищал, все красиво сейчас там. Сейчас я вам все покажу. Значит, смотрите, вот тут весь мусор, который был, весь гравий и все камни я отсюда убрал. Соответственно, гравий я вывез к себе на базу. Всего его тут получилось 2 миллиона 642 тысячи литров с копейками. И, в принципе, оно практически все влезло. Камни из этой шахты получилось 86 штук. Я эти камни решил, друзья, продать. Это получилось 2,5 машины. За одну машину там порядка 400 тысяч денег получалось. Поэтому, в общем-то, имело смысл это продать. Поэтому на камне-дробилке я запустил обратно вот эту вот линию. Также мы тут немножко набрали бокситов. 3 миллиона, как обычно, я забил полностью на базу. И, друзья, мы еще пробурили вот эту вот шахту к медному нашему роднику. Его я, кстати, купил, да. И, соответственно, меди мы тоже тут набрали. Тут, как видите, проход довольно-таки маленький. Тут получилось около полутора миллионов литров гравия. Он был продан. А также, друзья, я начал бурить следующую вот эту шахту, чтобы выйти отсюда. Тут осталось чуть-чуть гравия, потому что он просто не влез в последний мой прицеп, который я отсюда вывозил. Поэтому в сумме тут 3 миллиона получилось с этих двух, то, что вот мы с этих двух туннелей. А также было вывезено 4 машины, по 75 камней и еще 13 штук, кроме этого. В общем-то, много. А опять-таки, камни я продал, потому что везти их на камне-дробилку что-то мне как-то казалось лениво. Такое большое количество, чтобы там лежало и ждало своей очереди. Но как-то это перебор, лично на мой взгляд. Так же, друзья, получается, мы сделали себе запас меди и бокситов. И вот этот вот туннель, на самом деле, динамита не хватило. Я не знаю, сколько там еще взрывов надо, но вот не хватило динамита у меня просто. Возможно, возможно. Мы его потом добурим до конца, но это тогда, когда нам понадобится медь. А есть вероятность, что она нам больше не понадобится. Этих 3 миллионов нам хватит. По всему, друзья, раз у нас есть бокситы и медь, можно покупать заводик Alcoa Metal. И деньги у нас есть. Да, кстати, я удобрение еще продал, 3 миллиона литров. Канолу, которую мы собрали в прошлый раз, я не трогал. В общем-то, деньги вроде как и есть, но опять-таки, их не сильно много. Значит, покупаем вот этот вот завод Alcoa Metal. 5 миллионов он стоит. Покупаем. И электростанция нам тоже нужна, полтора миллиона мы ее покупаем. И остается 1 миллион. И почти ничего за миллион не купишь здесь. Технику купишь, но техника у нас уже давно есть. Погнали смотреть, что за завод. Вот эта здоровенная хреновина, она уже построена, ее, слава богу, строить не надо. Тут у нас всего лишь 2 цепочки производства. Это алюминиевый лист и медный лист. Для всего этого дела нужна медь или бокситы, соответственно, для алюминия или меди. А также вода, нефть, уголь и электроэнергия. У нас, друзья, есть все, кроме нефти. Но насчет нефти я, друзья, позаботился. Как я уже говорил, у нас будет поставка нефти. И ее мне притарабанили уже на нашем грузовичке. Правда, туда влазит всего лишь 25 кубов, а мне привезли все 30. Значит, оставшиеся 5 кубов мы продадим. Потому что грузовик этот нам еще понадобится. Вот он. Его как раз вот сюда поставили. У нас тут есть как раз алка, вода, медь, нефть, уголь. Короче, все есть. Склад металла, это нам не очень интересно, потому что склада у нас там нет. Хотя, на самом деле, может быть, мы его потом построим. Но, друзья, первый поехал у нас отвозить нефть. Давай, вези. Также хороший вопрос, сколько у нас влазит бокситов? Сколько у нас влазит меди? Всего по 500 кубов влазит. Воды влазит 500 кубов. Угля влазит 500 кубов. Меди бокситов влазит 500 кубов. Кстати, точку на медь я видел, а на боксит и не видел. Возможно, это одна точка. Скорее всего, это одна точка здесь будет. Такая вот сквозная. Но, в общем-то, хорошо. Возвращаемся на базу. Нужно, друзья, забивать этот завод. Значит, вот ты, друг. Ты у нас поедешь катать туда воду. Тебе нужно будет съездить 5 раз, потому что туда 500 кубов влазит. Получилось вода, вода, вода. Ничего страшного. Давай, друг, катайся. В общем-то, у тебя работа есть. Ну и, друзья, отправляем тогда нашего вот этого мана. Элеватор, карьер, загрузка. Он все дело забирает. И начнем, давайте, наверное, с угля. Пускай забирает уголь. Одну поездочку он пускай делает. Я, друзья, здесь полностью забил склад. Ила единственное у нас. Ил я не собирал. Точнее, нет, собирал. Но ил это длинная штука. Но и, разумеется, известняк гипс-карбонат кальция у нас просто с производства идет. А с карьеров я все позабирал. Все классно у нас. Так, этот поехал. Как только он отвезет, мы его снимем. Он отвезет туда потом медь и боксит. И все будет у нас хорошо. А пока они едут, нам, друзья, надо еще запустить электростанцию. Поэтому погнали туда. Вообще, в теории, конечно, мы от той электростанции можем запитать этот завод. Точнее, электричество оттуда брать. Но, в любом случае, рано или поздно нам это все дело понадобится. Пока есть финансы, давайте, наверное, запустим это все дело, чтобы потом у нас не было проблем. Для начала, это у нас, получается, дуки электростанции. Отключаем от всех заводов эту самую электростанцию. Оставляем только вот новый завод. Это раз. А второе, друзья, это надо поставить сюда, опять-таки, модуль. Получается, вот на самый нижний будем ставить восьмой. Я думаю, не будем изменять традиции. Опять-таки, поставим угольный. Аккуратненько это все дело поворачиваем. И аккуратненько, ровно по центру. Блин, здесь мост нехорошо. Видно плохо. Но, на мой вот субъективный взгляд, вот это называется ровно. Я думаю, пойдет. Так что, эту штуку мы тоже поставили. В ней, по-моему, 150, да? 150 кубов угля можно привезти. Поэтому возвращаемся на базу. И давайте привезем туда 150 кубов угля. Помощник Чарли неожиданно прекратил работу. Причина не ясна. Но никто вроде не прекращал работу. Я же двоих отправил. А, нефть у нас прекратила работу. Так, случилась беда. Нефть упала в воду. Снимаем с всех. Этого тоже снимаем. Короче, в чем дело на самом деле? Я забыл вернуть автодрайв на мосты, которые строил. Я здесь просто его поснимал, чтобы они случайно туда не ездили. И забыл вернуть. Значит, едем его чинить и перезапускаем игру. Нефть, друзья, у нас по автодрайву разгружается. Да, разгружается все путем. И она, разумеется, вся не влезет. Поэтому давайте мы ее оставшуюся продадим. А, некуда ее продать, да? Понятно. Значит, отправляем его на базу, а потом ее куда-нибудь выльем. Угольная электростанция, друзья, у нас тоже выгружается. Прекрасно. Водичка по автодрайву у нас тоже выгружается. Прекрасно. Все работает. Да? Да. Угольный наш товарищ приезжает. Тоже разгружается, видимо. А, так, триггер у нас находится вот здесь большой. Соответственно, медь и бокситы в одно место вот в это точно будут сгружаться. Прекрасно. Бокситы у нас на подъезде. Да, везет больше, чем может вместить, но это не проблема. А, так, все равно быстрее. Я решил отправить всех. Один трактор уже даже и на парковку прибыл. Какой умничка. Так, бокситы у нас выгружаются. Это, видимо, один триггер и на медь, и на бокситы. А, тем временем, уже и красный приехал, который привез медь. Пока этот выгружается. Но, друг, будешь, значит, в очереди стоять ждать. Хотя, с другой стороны, его же все равно потом отправлять куда-нибудь. Точнее, не куда-нибудь, а он полностью не выгрузится. Его все равно надо будет с маршрута снимать. Поэтому ставим его на разгрузку параллельно. Этому автодрайв тоже выключаем. И говорим ему, что он поедет выгружаться на элеватор карьер-выгрузка. Этому, кстати, то же самое можно сделать. Элеватор карьер-выгрузка. Все, друг, оставшиеся 40 кубов он разгружает обратно в элеватор и ездит парковаться. С этим, в общем-то, такая же история будет. 500 он сейчас выгрузит, а 20 у него останется. Все, друг, 20 кубов погнал. В общем-то, мы все привезли. Это значит, что завод должен был запуститься. Электроэнергии еще нет. Но электроэнергия сейчас должна будет появиться. Электростанция же работает. Электростанция работает. Алкоя Метал активна. Сюда уже поступила первая электроэнергия. С угольной вот этой вот штуки. Ну и, в общем-то, с минуты на минуту оно должно будет передать эту самую электроэнергию на наш завод. Я надеюсь, что ее хватит. Мало ли, у завода потребление электроэнергии будет больше, чем электростанция может производить. Такое же, в принципе, то возможно. Ладно, пока электроэнергии нету, погнали еще кое-что сделаем. А именно, друзья, у нас уже несколько дней работает. Не несколько дней, а может два, а может один, не знаю. Но, короче говоря, завод по переработке мусора у нас уже работает давно. И он уже хоть что-то, но должен был сделать. Поэтому погнали туда. И, в общем-то, посмотрим, что он там сделал. И, может быть, запустим тогда производство упаковки, если там уже хоть что-то появилось. По большому счету, я вам в прошлый раз показывал, что там уже точно появился по одному поддону всего. Но один поддон, это, знаете ли, не наши объемы. А тут вот не переведено. Ну и ладно. Электроэнергия есть. Электроэнергии прям дохренища. Погнали посмотрим, что у нас тут. Ну да, по 4, по 5 поддонов я уже вижу стоит. По 4. Ну давайте создадим 4 поддона алюминиевого листа. 4 поддона пластика. Понятно, не создается. Блин, надо сюда машину гнать. Ну поехали. По самой короткой дороге сюда ехать 8 километров. Обалдеть. Да, друзья, здоровенная карта, конечно. Поездки тут занимают довольно-таки много времени. Так, я надеюсь, вы будете выгружаться на прицеп. Так вот, алюминиевый лист мы выгрузили. Пластик выгружаем. Стекло выгружаем. И оно больше не выгружается. Ладно, закидываем, не проблема. Все вручную можно сделать. Не очень удобно здесь подъезжать. Так вот, стекло 2 поддона выгружаем. И бумаги 3 поддона выгружаем. А, бумага у нас, поддоны большие. Понятно. Точнее, поддоны среднего размера. Так, выгружаем. Ладно, это на самом деле небольшая проблема. Ставим поддоны среднего размера. И загружаем все, включая бумагу. 16 поддончиков. Погнали, это все дело выгрузим на нашу вот эту вот переработку. Не очень удобно, конечно, то, что надо с этажа на этаж это все перевозить. Но что поделать. Что здесь есть разгрузочная зона, что погрузочная, неизвестно, да? Не проблема. Пробуем выгрузиться. И оно не выгружается. Значит, нам на другую. Значит, разгружаемся на другую. Бздынь. И все пошло у нас разгружаться. Кроме вот этих вот двух поддонов. Ну, сейчас мы их туда запихнем сами. Бздынь и бздынь. Все, пошло-поехало. Отлично. Этого товарища мы тогда отправляем на склад. Погнали посмотрим, что у нас тут вообще, как быстро, что производится. Вроде как упаковка производится очень медленно. Не, ну слушайте, 1000 в час нормально. Но переработка происходит медленно. Еще, я так понимаю, мусора прям очень много потребляется. Ну, ладно, пускай работает. Будем периодически смотреть, что и к чему. Перемещаемся, друзья, на наш новый завод. Я надеюсь, он запустился. Да, электроэнергия первая появилась. В общем-то, 5000 литров в час производства идет. Посмотрим, сколько здесь требуется меди-бокситов. Если что, ну, конечно же, подвести не проблема. Но вроде как не сильно много. На этом, друзья, эту серию мы закончим. Она, мне кажется, получилась довольно-таки короткой. Поэтому мое вам предложение деловое. Если мы набираем прям до хрена лайков. Ладно, не прям до хрена. Потому что к 20 серии активность, разумеется, это уже, наверное, 27. Активность падает, это нормально. Но давайте так. Больше, чем под прошлый. Вот я завтра утром вижу, что под этой серией лайков больше, чем под прошлый. И сразу же публикую следующую. А? Как вам предложение мое? А если нет, то тогда через пару дней. А те, кто не хотят ждать, посмотреть это все дело можно на Boosty. А тем, кто уже поддерживает на Boosty, огромнейшее спасибо, конечно же, за поддержку. И всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. Лайки, комментарии. В общем-то, все как обычно. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилы. И всем пока.